Автомобилисты покупают сабвуфер, когда им недостаточно низких частот, то есть баса. Для неплохого баса, конечно, можно ограничиться широкополосными овальными динамиками в задней полке, но сабвуфер все-таки лучше. И сейчас мы разберемся, какими же бывают сабвуферы и на что стоит обратить внимание при выборе. Самый популярный тип сабвуфера – это корпусной. Он представляет из себя динамик в ящике, и в зависимости от оформления, корпусные динамики делятся на три вида. Закрытый ящик – самая простая конструкция, с достаточно приемлемым КПД и низкой стоимостью. Фазоинвентерный корпус – способен выдавать звук достойного качества и обладает относительно линейной АЧХ в низкочастотном диапазоне. Бандбас – самая сложная, дорогая и массивная конструкция, которая, тем не менее, оправдывает затраченные средства. Также корпусные сабвуферы могут иметь встроенный усилитель. Такие сабвуферы называют активными. Довольно бюджетное и удобное решение, поскольку не нужно заморачиваться с подключением. В последнее время распространение получили суперкомпактные сабвуферы, которые можно установить под сидение. В основном это активные сабвуферы, но есть и пассивные. Есть еще фри-эйр сабвуферы. Это динамики, которым не нужен корпус, и они играют на объем багажника. По внешнему виду динамика, а точнее по размеру его магнита, можно определить, какая примерная мощность у сабвуфера. Чем больше магнит, тем больше его мощность. Оптимальный размер динамика 30 см, оптимальная мощность 150-300 Вт. Также не стоит забывать о чувствительности сабвуфера. Чем выше его чувствительность, тем лучше. Выбирая сабвуфер, нужно отталкиваться от мощности усилителя, который вы будете к нему подключать. Желательно, чтобы номинальная мощность усилителя и сабвуфера была примерно одинаковая. В принципе, это были основные моменты в выборе сабвуфера. Если у вас остались какие-то вопросы, звоните на 130, и наши менеджеры проконсультируют вас, а также помогут с выбором. Не забывайте ставить лайки к этому видео, пишите комментарии, а также подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ну а с вами была Настя и рубрика 130 секунд. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok